Приветствую вас и начну, пожалуй, по порядку. Скажу о том, что отношения на расстоянии возможны лишь в том случае, если в перспективе, даже в весьма отдаленной, есть вероятность того, что вы будете вместе постоянно или видеться, или встречаться, или жить. Без этого эти отношения обречены на провал, потому что ни вы, ни девочка, не получаете то, что нужно. То есть не получаете полноценную реализацию себя, как представителей пола. То есть вы не реализуетесь полноценно, как мужчина с ней, а она не реализуется полноценно, как и женщина с вами. Связано это с тем, что невозможно на расстоянии обнять человека, невозможно на расстоянии видеть его, чувствовать и так далее. И это все очень тяжело дается людям чисто на психологическом и эмоциональном уровне. Ревнуете вы совершенно не просто так. Вы ревнуете, запишете ей, и все именно потому, что понимаете, подсознательно, что девочка постоянно находится без вас. Она постоянно находится где-то вдалеке, в стороне от вас. И вы боитесь, что она, таким образом, вам будет изменять. Боитесь, таким образом, что она перестанет быть вашей. Вы гадаете, вы пытаетесь ее контролировать. И, поскольку этот контроль, ну, поскольку это страх, точнее даже, он только усиливается, потому что, ну, со временем, вы все больше и больше понимаете, что, ну, чем больше времени прогонит, тем больше ощущение, что девушка может перестать вас терпеть, перестать ждать и так далее. То, соответственно, усиливается и негативная сторона, ведь вы не можете реализоваться, вы не можете проявлять все чувства, потому что вы на расстоянии. И в результате получается то, что получилось. Из этой ситуации выйти можно только одним образом, точнее, не одним, а несколькими путями. Первое, это, если вы начнете заниматься чем-то еще, кроме этих отношений, то есть начнете прикладывать свою энергию туда, где она может найти выход. Работа, хобби, друзья, занятия, учеба, то есть все, что угодно, для того, чтобы усталать, чтобы не думать о том, что происходит у вас в детстве. А если общаться исключительно на друческой основе и немного. То есть вот это вот переключение с нее на что-то другое помогло бы вам разрешаться снимать напряжение, и вам было бы общаться просто проще. Далее следует отпустить ее, то есть перестать контролировать. Потому что контроль не к хорошему не приводит, это лишь только давит на человека, позволяет ему ощущать себя несвободным, ощущать себя под постоянным давлением, а это никому не нравится, и тем более на расстоянии очень учревато полным разрывом. Второй вариант, это фокусировка внимания на будущем. То есть при прочих равных условиях, то есть при том, что вы перестанете ее контролировать, при том, что вы дадите ей полную свободу, как равноправному партнеру в отношениях, вы постоянно будете убеждать ее в том, и говорить об этом, что вот будет время, когда вы будете вместе. Без этого, без надежды на будущее, отношения невозможные. Девушка чувствует рядом с вами, что она может быть женщиной, что она привлекательна, что она сексуальна, что она желанна, но она не может реализовываться. Не может реализовываться. Не может реализовываться. И ваше ощущение сузилось по тому, что сознание ее расширилось до того, чтобы жить личной жизнью. А по факту существование этому не отвечает. И она чувствует невыскворенность, чувствует, что просто-напросто не получает, потому что в результате получает такая вот реакция. Если вы, кроме того, что будете постоянно говорить о том, что вы вместе начнете жить, будете там чаще встречаться и прочее. Вместе с этим, если вы меняете немного свое отношение к ней. То есть я понимаю, что вам хочется ее контролировать. Я понимаю, что вы хотите дать себе уверенность в том, что она ваша, что она вас ждет, что она никуда не действует и прочее. Но проблема заключается в том, что если она захочет вас бросить и встречаться с другими, она это сделает. Поэтому вы ее никак не останавливаете. Хотя бы потому, что вы на расстоянии. И исходя из этого, следует ее отпустить. Следует перестать конвалировать. Вам от этого станет легче. Я от этого станет легче. Общение будет непринужденное. И вы, когда чувствуете ревность, когда начинаете ощущать негатив, проявляйте нежность к девушке. Просто нежность проявляйте к девушке. Вы говорите всякие ласковые слова. Проявляйте заботу, нежность, тепло, внимание. И такое вот перенаправление. Энергии может вам сохранять позитив, свысти к минимуму негатив. А со временем вы привыкли, после двух-трех раз вы привыкли и будете так делать уже автоматически. Что избавит вас обоих от сцены ревности. В принципе, на этом можно закончить. Надеюсь, мой ответ вам понравился. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Спасибо. Продолжение следует...